Сегодня в выпуске. Выгодный старт. Когда возможно какое-то падение, некоторый кризис, оно в чем-то, я думаю, будет полезно. Начинающих предпринимателей освободят от налогов. Успеть вернуть с того света. Ребенка ночью задавили родители пьяные. В Тюмени определили самых оперативных работников скорой помощи. Память, врезанная в камень. Все волнуются, все плачут, мужиков сразу всех забирают в армию. История Великой Отечественной войны отразится в новом мемориале Тюмени. О событиях, явлениях и людях. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Начнем с главного. Тюменская областная дума приняла сегодня закон о нулевой ставке. Он позволит представителям малого и среднего бизнеса региона, работающим по так называемой упрощенке и патентам, уйти в налоговые каникулы. На мой взгляд, мы должны полгода посмотреть, как этот закон будет работать. И, наверное, по возможности, мы должны расширить перечень видов деятельности, тех, которые действительно сегодня начинают страдать в условиях кризиса. И, может быть, в том числе и на них расширить нулевую ставку. Согласно принятому решению, действовать нововведение будет до 2021 года. А за пару лет до этого закончится срок действия моратория на повышение 5-процентной налоговой ставки. Его депутаты приняли, чтобы помочь удержаться на плаву тем предпринимателям, кто не попал под ноль. Напомним, что с инициативой введения нулевой налоговой ставки выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Кому из предпринимателей дадут законный отпуск, расскажет Дарина Скорнякова. Георгий один из тех, кто о налоговых каникулах узнал слишком поздно. Он уже предприниматель, а значит, рассчитывать на льготную ставку в 0% не может. И это несмотря на то, что его деятельность полностью подходит под налоговое освобождение. Разработка программного обеспечения он будет заниматься на старых условиях. У нас, должен отметить, налоговые условия для индивидуальных предпринимателей, они и так достаточно льготные и приемлемые. Платить 5-6% налогов, ну это не так уж и страшно. Естественно, что сейчас такая ситуация, когда возможно какое-то падение, некоторый кризис, оно в чем-то, я думаю, будет полезно. Рассчитывать на льготу в виде налоговой ставки 0% могут те, кто впервые пройдет регистрацию индивидуального предпринимателя. Но не раньше, чем закон вступит в регионе в силу. Те предприниматели, которые вновь зарегистрируются, они могут этим воспользоваться до 2021 года. Нулевая ставка устанавливается для данной категории предпринимателей на 2 года с момента их начала работы. Подушка безопасности, увы, не для всех. В законопроекте предусмотрен ряд ограничений. В его числе количество нанятых работников. Их должно быть не больше 15 человек. Виды деятельности тоже определены. Это производство, например, рыбоводство, лесное и сельское хозяйство, а также охота. В социальной сфере льгота распространяется на образование, спорт, культуру, медицину и туризм. К научной деятельности отнесены исследования, консультирование и разработка программного обеспечения. В областном бизнес-инкубаторе об инициативе губернатора предприниматели узнали сразу. Одни расстроились от того, что уже в бизнес-среде и на льготу рассчитывать не вправе. Другие отложили официальную регистрацию своего бизнеса. Почему ждут? Потому что в этом нормативном документе должны быть определены коды АКВЭД, непосредственно, которые будут освобождаться от налогообложения. Коды со странным названием – это и есть те самые требования к получению льготы. Так разработчики защитили проект от участия в нем мошенников. Не получится обойти закон и тем, у кого бизнес связан не только с льготными видами деятельности. Как только в совокупном доходе предприятие поступление от последних составит менее 70%, налоговая ставка для него тут же перестает быть нулевой. Дарина Скорнякова, Евгений Доценко, Тюменское время. Стоит заметить, что налоговые каникулы на объеме бюджета области особо не отразятся. Во-первых, потому что незарегистрированные предприниматели еще и в расчет не брались. Во-вторых, суммы, которые они могли бы отчислять, несравнимы с налогами крупных производственников. Для понимания, в прошлом году предприятия и организации различной формы собственности пополнили региональную казну почти на 64,5 миллиарда рублей. Это более чем на 12% больше показателей 2013 года. Основу для такого роста составил налог на прибыль. За год объем отчислений вырос на 4,7 миллиарда рублей. Чуть скромнее, но тоже с плюсом динамика НДФЛ. В 2014 этот налог пополнил бюджет Тюменской области на 26,5 миллиардов рублей. Замыкают тройку лидеров имущественные налоги. За последний отчетный период их собираемость выросла на 10%. В прошлом году сумма составила почти 9 миллиардов рублей. На какие еще привилегии могут рассчитывать предприниматели, узнаем из традиционного обзора событий. Мои коллеги, коротко о важном. Частные детские сады помогут решить вопрос обеспечения местами малышей до 3 лет. Город продолжит компенсировать расходы таких учреждений. В прошлом году их посещали почти 1300 детей. Сегодня, поскольку государство выплачивает пособия мамочкам до полутора лет, а ситуация экономическая ухудшается, очень многие мамы решают выходить на работу раньше, и поэтому остро встала необходимость в местах для деток с полутора лет до трех. Предполагается, что компенсация будет не меньше, чем в прошлом году. За посещение группы неполного дня одним ребенком город доплачивал саду 626 рублей в месяц. За полную смену 2500. В Тобольске прошла ярмарка учебных мест. Свои возможности презентовали 9 учебных заведений. Здесь же для старшеклассников было организовано профориентационное тестирование. Мы готовим для отраслей строительного направления, мы готовим для сельскохозяйственной отрасли, мы готовим для сервиса обслуживания, общественное питание. У нас есть два больших благоустроенных общежития на 200 мест. Есть много любовь и преимуществ для любовных категорий граждан. В городе полторы тысячи потенциальных абитуриентов. В этом году стало больше желающих получить профессии врача, агрария, инженера, строителя. Производители назвали ориентировочные цены товаров, которые в эти выходные будут представлены на социальных ярмарках в Сюмени. Ожидается, что говядину можно будет купить за 220-250 рублей, картофель за 22, а яйцо за 48. Впрочем, только этими продуктами питания торговля не ограничится. Ассортимент, как и объем реализации товаров, растут с каждым новым мероприятием. Если в первую ярмарку продали 40 тонн продовольствия, то в последнюю уже 120. Таким образом, в феврале местные сельхозпроизводители смогли выручить более 13 миллионов рублей. Кстати, новшеством предстоящей ярмарки станет участие в ней представители личных подсобных хозяйств Упоровского района. Для фермеров это дополнительная точка сбыта, а для горожан возможность утолить потребность в экологически чистом товаре. Спрос на него растет такими темпами, что владельцы подворья уже подумывают о промышленных масштабах производства. В их числе и житель деревни Головино. Он уже обеспечивает цыплятами десяток деревень, но чувствует, что потенциала может хватить и для выхода на рынок областного центра. Ирина Кистрева о перспективах птицеводства. Сначала здесь появилось яйцо, а потом уже курица. У Александра Коваленко 20 пернатых. Каждый день от них получают по 15 яиц. Часть идет в рацион, другие для воспроизводства птицы. Гордость фермера – свой инкубаторий. Рязанский ветеран Ремил поддерживает бизнес на плаву почти три года. 18 марта в него заложили тысячу яиц. Простой в управлении, все параметры выводятся, а регулировать приходится самому. Вот, допустим, мне надо влажность увеличить. Я открываю эту крышечку и вот таким образом туда водички наливаю. При температуре плюс 38 градусов куриное яйцо инкубирует 21 день. Чтобы не пересушить выводок, за процессом приходится регулярно следить. Поэтому в 2015-м фермер приобрел стимул 4000. Машина столичного производства полностью автоматизирована. Сейчас проходит тест-драйв, а 2 апреля инкубатор заполнит яйца. Весной спрос на птицу растет, всех цыплят реализуют еще в окрестностях Головино. Такие деревни, как Киева, Багандинка, Инзили, Океары, Червишево, Леваши. И вот эти деревни, жители этих деревень к нам обращаются и мы с ними таким образом обеспечиваем их цыплятами. Новая техника позволит выйти на промышленный уровень и снабжать птицей жителей областного центра. В личном подсобном хозяйстве есть еще вот такие вот индоутки. Шесть штук, пять самок и один самец. В марте они начали нестись и теперь несут вот такие вот яйца. Кстати, их здесь тоже инкубируют. На территории Анохинского муниципального образования живет более 4,5 тысяч человек. Пять из них держат крупные фермерские хозяйства. Но немало и тех, кто разводит птицу на личных подворьях. И число их каждый год растет. Ирина Кистерева, Александр Вележанин, Тюменское время. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. В Тюменской области удалось не допустить резкого удорожания жизненно необходимых лекарств. Рост цен на препараты этой группы почти втрое ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу и в 25 раз, чем в некоторых регионах России. 85 из 249 аптечных учреждений цены практически не изменились. За месячный период средневзвешенный рост цен на лекарственные препараты, включенный в перчин ЖНВЛП, ставил 1%. Как отметили на заседании антикризисного штаба, которое провел губернатор Владимир Якушев, отчасти это заслуга справочной службы Тюмени в ваше лекарство. Там можно узнать, где купить медикаменты дешевле, и эта информация набирает у населения популярность. Если в декабре диспетчеры приняли 682 звонка, то с начала марта жители области звонили уже более тысячи раз. Не уменьшается количество звонков в отделениях скорой медицинской помощи. Хотя на эту статистику что пациенты, что сами медики обращают внимание в последнюю очередь. Первых, чаще интересует, когда врач приедет. Вторых, зачем он проделает этот путь. Оказывается, количество спасенных жизней – один из критериев оценки фельдшерского профессионализма. С теми, кто уже удостоен всяческих похвал, встретилась Юлия Сауляк. Никиту Рядова часто узнают на улице. Детский доктор работает на скорой 35 лет и во многих тюменских семьях бывал не по разу. Я даже могу иногда вспомнить маленьких девочек, у которых я был давно-давно, которые уже вызывают сейчас, становясь мамами. И тогда начинаешь понимать, что уже стареешь. Пошутить доктор Айболит любит, но только вне работы. На вызове обычно не до веселья. Они не могут описать своего состояния, не могут пожаловаться. В этом и трудность, собственно говоря, работы. Не ошибиться, не просмотреть. В бригаде с врачом спасает малышей фельдшер Ольга. За прошлый год их тандем побил рекорд по количеству вызовов. Почти три тысячи за год повидали всякое. Ребенка ночью задавили родители, пьяные спали. Утром проснулись, ребенок уже мертвый. Случаи, когда смерть ходит рядом, встречаются на каждой смене. Бригаду доктора Мохерева и фельдшера Плохинова отправляют на самые сложные вызовы. Дорожные аварии, крушение самолета, попытки самоубийств. Нестандартные ситуации. Девушка около 20 лет в магазине. Вдруг внезапно у нее остановка сердца произошла. И мы приехали достаточно быстро. Начали оказывать реанимационные мероприятия. И в итоге она выжила и вернулась к нормальной жизни. В прошлом году их бригада спасла не одну жизнь. Тоже попав в негласные лидеры. Возвращать с того света помогает холоднокровие, выдержка и понимание друг друга практически с полуслова. Но порой эмоции все же захлестывают. На детской смертности слезы невозможно сдержать. Бывает в нашей семье такое, что и мы на детей выезжаем. Падение с высоты. Тоже анафилактические реакции на различные инъекции у ребятишек бывают. Ну и вообще у ребятишек тоже бывают. Там всякий синдром внезапной смерти до трех лет. Это тоже часто. Но такие случаи, конечно, очень тяжело. Поделиться эмоциями друг с другом или не торопясь выпить чашечку чая на смене удается редко. За сутки больше 20 выездов. Вот и сейчас бригада интенсивной терапии снова спешит на экстренный вызов. Юлия Сауляк, Евгений Проскуряков, Тюменское время. Далее поговорим о победе, которая исчисляется не только ни одной тысячей героев, но и ни одной тысячей смертей. Чтобы увековечить буквально каждое событие Великой Отечественной войны, в Тюмени возведут монумент площадью 70 квадратных метров. Что будет отражено в отдельно взятых фрагментах барельефа, выясняла Ирина Акопян. В июне 41-го эта песня звучала из каждого радиоприемника. Начало Священной войны станет первым фрагментом нового барельефа, который город увидит 9 мая на исторической площади. Архитекторы отразили не сухие факты о Великой Отечественной, а спроектировали воспоминания, которые застынут в бронзе. Вот, например, стрелы – символ врага, который прорвался через границы Родины и навсегда перевернул мирный уклад. В день 22 июня мы с мамой пошли в магазин. Мне она покупала ботинки, как сейчас помню. Я говорю, зачем мне ботинки? Война носила. Зачем ботинки? Все ходят, все волнуются, все плачут. Мужиков сразу всех забирают в армию. Приехал представитель горкового партии и выступил, объявил о том, что на нас напала фашистская Германия. Без объявления войны. Ну, все тут сразу кто куда, кто по домам. Ветеранов, кого в 41-м сразу забирали на фронт, становится все меньше. Войну наши герои встретили в тылу. Но и здесь, как говорится, сочковать не приходилось. Тут был свой обстрел ежедневными задачами и планами, которые выполняли для фронта, для победы. Однажды услышала по радио такой голос пронзительный. Все говорил, говорил, говорил. Раньше думай о родине, а потом о себе. Клавдии Федоровне тогда было всего 14. Отец погиб перед войной, она осталась за старшую. Поэтому в своем поселке Самарова, что недалеко от Ханты-Мансийска, устроилась на рыбный комбинат, где с другими девчонками по локоть в холодной воде она чистила рыбу до ночи. Что такое тяжелая работа, впервые узнал и Дмитрий Быков. В его деревне Зайково Тюменского района мужиков совсем не осталось, поэтому в 17 лет его сразу направили в колхоз. Мы возили солому в госпитале для матрасов, возили, сдавали хлеб государству, мешки по 70 килограммам, 17-летние таскали на гусях и на мельницу. А вот Владимир Кноль в 41-м тушил зажигательные смеси и радовался хлебу, который был на вес золота. Владимир Романович стал свидетелем ужасов блокадного Ленинграда. Потом ввели карточную систему. В карточной системе в первое время было достаточно продуктов. Потом разбомбили Бадаевские склады, где было сосредоточено много сахара и масла, и в общем продуктов. Что будет потом уже известно. И хотя этим воспоминаниям скоро исполнится 70 лет, ветераны до сих пор проживают каждую деталь. Ирина Копян, Артем Суханов. Тюменское время. Государство поможет льготникам Тюменской области отдохнуть этим летом в Крыму. Планируется, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 70 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2014-м. Немало отдохнет на курортах полуострова и обычных тюменцев. Желание провести отпуск в Крыму уже изъявили тысячи жителей областной столицы. То, что настрой не изменится, многие продемонстрировали и на митинге в честь образования нового региона России. Это очень прекрасно, что восстановилась справедливость. Потому что отец в Первую мировую войну 12 лет воевал. И во Вторую мировую войну два брата сражались там. Так что я должна быть здесь. Праздничный концерт на площади 400-летия города посетили 7 тысяч человек. И почти все нашли, что пожелать новым соотечественникам. Людей много, которые хотели бы пожелать добра, удачи, любви, здоровья, мирного неба над головой обязательно. Некоторые участники митинга свои мысли оставили на открытках. В ближайшее время их передадут крымчанам. Что такое метеоритный дождь и есть ли инопланетяне? Летчик-космонавт и герой России Александр Скворцов на такие вопросы отвечает впервые. Просто в роли журналистов дети. Кроме участия в необычной конференции почетному гостю областной столицы доверили оценить конструкторские способности тюменских наследников Гагарина. За процессом наблюдала Анастасия Елизаревич. Могли бы летать люди на различные планеты дальше, чем сейчас. Получается и быстрее, чем на ракетах. Миша Гагарин всего лишь однофамилец первого советского космонавта. Однако его мысли тоже о космосе. Искать жизнь во Вселенной они с другом предлагают на корабле будущего. По-научному КЭК-1. Это мини-версия из пластика. Масштаб 1 к 200. Воспитанники Центра науки и техники уверены, их летательный аппарат способен покорить даже межгалактическое пространство. Одни по чертежам, другие из фантазий. Звездолеты из пластиковых бутылок, метеориты из зубочисток, ракеты из фольги и пластилина. На городской конкурс «Наследники Гагарина» юные мечтатели приготовили свыше 500 проектов. Оценивал их герой России, летчик-космонавт Александр Скворцов. Он провел в космосе 345 суток, 6 часов и 23 минуты. Видно, что здесь такое творчество гуляло, такие идеи интересные. То есть каждый человек видит космос по-своему. Каким его видел Александр Скворцов, дважды побывавший в космосе, он рассказал школьникам. Необычную пресс-конференцию, где вместо журналистов дети устроили почетному гостю во дворце «Пионер». Каково это приземлиться и свалиться с неба на землю? Где спят космонавты, как выглядит Тюмень из космоса и встречал весь Скворцов инопланетян. Вопросы звучали самые разные. Космонавт отвечал с юмором, но честно. Например, рассказал, что выбрал профессию, исполнив мечту отца. Видел метеоритный дождь и в космосе для счастья ему не хватало вареных раков. Всегда приятно приезжать в Тюмень. Это у меня уже, получается, пятая поездка сюда. И, конечно, вот эта встреча во дворце «Пионеров» была с такой любознательной публикой. Огромный интерес, блестящие глаза. Это приятно. А на вопрос, как стать космонавтом, герой России, награждая победителей, ответил. Надо быть здоровым и знать английский. Школьники обещали делать зарядку и учиться на пять. Лишь бы в космос мамы отпустили. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных. Тюменское время. Неделя детской книги в Тобольске началась с награждения самых активных читающих горожан. В номинации «Семья» победила многодетная чета Высечко. Самым юным книголюбом признан Саша Шевченко. Ну а Саша Боровикова вообще любит читать больше, чем есть сладости. В течение недели детской книги в Центральной библиотеке города и 11 ее филиалах читателей каждый день будут знакомить с новинками литературы. А местные поэты будут декламировать свои стихи. А в Тюменском кукольном театре нашли способ сделать литературу 50-х годов прошлого века более актуальной. Сказки «Цветик-семицветик» на новый лад уже оценили малыши. Затем, как сбываются желания современных детей, понаблюдала и Дарья Власова. Возвращайся, белокрук! Сам, мишка! Снешься, ты! Мли, смыть! Молик! Старая сказка на новый лад. Или чего хотят современные дети? Поставить «Цветик-семицветик» художник кукольного театра Сергей Перепелкин мечтал много лет, но режиссер долго не соглашался. И мне показалось, что вот те факты, которые, та последовательность сюжетная, которая была в подлиннике, она потеряла свою актуальность. Почти полностью переписать сказку доверили тюменской журналистке Елизавете Гонопольской. Она адаптировала ее к современным потребностям юных зрителей. Перед началом работы над постановкой даже проводили соцопросы. Я бы загадал, чтобы я был высоким. Я бы загадал, чтобы я был богатым. Я загадал бы, чтобы у меня была большая машина. В авторской версии Валентина Катаева дети мечтали о баранках, чтобы мамина разбитая ваза стала вновь целой и, конечно, об игрушках. В этом спектакле желания у главной героини другие. Современный «Цветик» визуально больше похож не на классическую кукольную постановку, а на мультфильм. Мне хотелось создать такой мир, в общем, агрессивный, с какой-то такой графикой, пластикой, которая немножко вышибала человека из нормального состояния, немножко психоделическое. Пока художник изучал современное искусство, актеры советовали с детьми, чтобы вжиться в роль. У Натальи подрастает 9-летний сын. У нас небольшая традиция есть, когда нам раздают текст, я ему читаю, мне интересна его оценка. И когда я ему прочитала первоначальный вариант, как нам сценарий раздали, ему было интересно, он задавал вопросы, а как вот там Женя здесь поступит, а почему она это так вот поступила. Самое важное, как и в оригинале, осталось на финал, ведь делать что-то доброе для других – актуальное желание во все времена. Дарья Власова, Алексей Безделов, Тюменское время. На этом у меня все. Будьте в курсе событий, а мы расскажем о них точнее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова